Привет, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про дискуссов. Необычная дискообразная форма тела и целый ряд ярких окрасов. Дискуссы привлекают внимание своим внешним видом, за него они даже получили звание королей аквариума, как одни из самых красивых аквариумных рыбок. Естественной средой обитания дискуссов является бассейн реки Амазонки. Сегодня тех рыб в качестве домашних питомцев можно встретить в самых разных странах мира. Дискусс по праву считается королевской рыбой, и это не случайно. Дискуссы обладают уникальной окраской, очень большого количества и разнообразия цветов. Присутствуют такие необычные цвета, как шахматная доска, когда у дискусса, допустим, есть клетка на рисунке, есть желтые дискуссы, есть дискуссы мальбора, есть дискуссы красные, красные с синей полоской, черные. В общем, цветовое разнообразие – это потрясающая рыба, она действительно великолепна. Дискуссы – не агрессивные рыбы. Большой угрозы для других обитателей аквариума они не представляют. Однако проблема совместимости с другими видами у них все-таки присутствует. Дело в том, что дискуссы типолюбивы, температура в их аквариуме должна быть выше 28 градусов. Такие условия содержания подходят не всем подводным обитателям. Скалярии могут жить с дискуссами, неоны могут жить с дискуссами, сомики, например, анциструсы тоже могут жить с дискуссами. Но в большинстве своем дискуссов лучше содержать отдельно, так как это красивая видовая рыба. При содержании дискуссов особое внимание нужно уделять размерам аквариума. Этим рыбам необходимо просторное жилище. Так, к примеру, для небольшой стаи дискуссов минимальный объем аквариума должен составлять 250 литров. Кроме этого, дискуссы – чувствительная концентрация азотистых соединений, поэтому в аквариуме должны быть качественные фильтрация и аэрация. Также стоит помнить о том, что дискуссы являются пугливыми рыбами, они абсолютно не стрессоустойчивые, поэтому аквариум с ними лучше не ставить в проходных местах. Важно помнить, что если дискусс чувствует себя некомфортно, то он начинает бурить и сереть, и теряет свою окраску. Поэтому для дискуссов очень важен объем. Считается, что для одного дискуса объем составляет 50 литров. Это вовсе не означает, что двух можно поместить в 100. Для того, чтобы понимать, что такое взрослый дискусс, нужно взять из дома какую-нибудь большую тарелку и поднести ее к аквариуму. Вот стандартный размер дискусса. Поэтому для дискуссов очень важна высота аквариума не менее 50 сантиметров, ширина аквариума, ну, желательно 40-50, ну, и объем здесь, наверное, от 200 и больше, лучше 300 литров. Очень важной и отличительной особенностью содержания дискуссов является их питание. Необходимо наличие в рационе сухих и замороженных кормов. Преобладают у дискуссов в природе растительные корма примерно 60% и 40% животных. Существуют специальные фарши, которые аквариумистские любители делают сами. Ну, здесь двоякое мнение. Кто-то рекомендует, кто-то нет. Но важно помнить, что для дискуссов очень важна температура воды. Оптимальная температура на них 28-31 градус. Это высокая температура. Не каждая рыба может жить при таких параметрах. Средняя продолжительность жизни дискуссов составляет от 8 до 10 лет. О других интересных подводных обитателях вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!